делать небольшое обращение очень быстро она заключается в том что заключается в том что если ты являешься точнее ты являешься простым человеком скрессу такими же как я если у тебя есть среди близких знакомых мелкий предприниматель который владеет свою есть магазинчик или хоть из то я фактически бесплатно своим усилиями как художник внешне оформить его сдать заведение здания и сделать его заведение посещаем им очень я могу это сделать и он ничего не потратит я рисую по ссылке ты увидишь какие пейзажи я рисую но они в реальности выглядят гораздо интереснее если ты хочешь чтобы твой приятель или ты сам если ты владеешь каким-то бизнесом обогатились в десять раз прибыль была какая-то более более высокая потому что обычно это 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 будет оригинальное и необычное оформление которого еще никогда не было правеглазная дизайнерская реклама никого не интересует никого больше не привлекает я прошу тебя помоги мне найти такого человека который разрешит мне рисовать я дам ему свой паспорт если мне понравится маленький пейзаж который нарисую то он не будет если понравится если людям понравится он будет закручивать все него деньги будут я уверен что благодаря моей росписи мелками пейзажи стен домов и тротуара по определенной технологии это увеличит его доходность и посещаемость несколько раз вот такое обращение небольшое три минуты следующие более подробно я могу объяснить чему это какие могут возражения что он потеряет он ничего не потеряет скажи ему что есть такой городской художник александр алёнин тихон мышкин который всю жизнь с юз подросткового возраста рисует за свои средства на серых бетонных плитках мелками на тротуарах и смывает дождем и все это же время я свои деньги трачу на это потому что я не я сумасшедший я сумасшедший художник я просто так рисую ничего не получая замену но проблема в том что если рисовать на стенах то этим рисунки сохраняются на бесконечное число времени а если рисовать на тротуарах они быстро исчезают поэтому я прошу тебя я просто просто в моем городе где рисую вообще и вообще везде запрещено рисовать на стенах разрешено только на трудуарах разве что я хочу рисовать на стенах потому что я работал подрабатывал грузчиком еще чтобы заработать на материал для рисования и испортил себе спину я не получается сидя на корточках рисовать как раньше был болит спина сильно я никогда не копейки за свои рисунки на улице в своем городе не получил ни от каких организаций ни от какого спонсора ни для кого нет это по моей собственной институте потому что я сумасшедший я рисую светлые пейзажи рисую мрачные я буду рисовать светлые пейзажи мрачные рисую себя дома если что я могу там сделать надписи которые прибудут привлекать ко мне магазин все что мне нужно это чтобы мне разрешили рисовать в определенной на стене на городской поверхности на стене на стенах городских внешних просто разрешили потому что а кто может разрешить только частный час человек который владеет этими стенами ты или твой знакомый который является бизнесменом владеет стены он может разрешить не доделать я буду делать это рисовать бесплатно как и раньше только для этого человек для этого человека и если у него появится он просто просто ради эксперимента пусть попробуем если у него появится прибыль он ничего не потратит я сам найду где пожить перейду в этот город где живет этот человек сам найду где пожить и моя мама или мой отец помогут мне с деньгами насчет того чтобы я мог немножко хоть один раз день поесть я немного ем совсем я найду где ночевать я буду весь день рисовать это будет привлекать я к тебе обещаю это будет привлекать к тебе посетителей людей зрителей понимаешь попробуй это сделать откликнись если ты если ты нет вне конкуренции у тебя конкурентов много ты можешь попробовать меня позвать я сам приеду ты не потратишь ни капли денег я сам приеду если если у будет выгода какая-то с этого то ты можешь поделиться со мной сколько хочешь я я даже не буду знать сколько ты на сколько у тебя увеличится выгода если уменьшится тут просто откажешься от меня посмотри по ссылке это видео мои рисунки но в реальность они выглядят гораздо лучше всю жизнь я рисую бесплатно для своего города милками потому что я сумасшедший художник александр алёнин псевдоним тихомышкин ты можешь меня найти вконтакте связаться со мной теперь я хочу рисовать на стенах также бесплатно но чтобы меня за это не гнобили и вызывали полицию и не уничтожали потому что эти стены принадлежат тебе никакая полиция никто не имеет права запретить мне рисовать на стенах который участник который принадлежат участнику который разрешил мне это сделать документально там ли как паспорт ты можешь мой я тебе свою там все данные которые нужны дам я на все согласен просто я буду весь день рисовать это для меня счастье вот и все другой художник или дизайнер будет 3 только ради денег это делать бездушно я вкладываю душу я рисую как сказать словно потусторонний мир через меня через мои руки я являюсь инструментом мои руки являются инструментами для созидания творчества которая идет из потустороннего мира который я не вижу и не слышу я не могу это объяснить я просто ты ничего не теряешь ты обогатишься почему я тебе выгоден потому что ты обогатишься больше посетителей будет если нет то я просто уеду я могу стереть эти пейзажи как как и было все останется или заплатить штраф я уеду обратно ни с чем значит не удалось я ошибся если появится у тебя больше посетителей благодаря этому я еще плитки тротуаров не только стены но и на тротуарах рисовать там и можно будет кое-чем покрыть чтобы это осталось я уверен что это привлечет к тебе клиентов очень много посетителей интерес к тебе а тебе даже может интервью возьмут в газете какой-нибудь журналисты с ним с ним ты можешь пригласить журналистов они поснимают это это уникальное что-то ручная работа которая не бросается в глаза не выруй глаза для меня счастье просто созидатель когда мне не запрещают я всю жизнь рисую когда я рисовал на стенах я всегда рисовался от бела дня никогда не прячусь и меня жестоко наказывали за это очень жестоко и есть этому видео доказательства но ты через видео не можешь понять для меня мои пейзажи это как родные дети ты не смог никто не сможет понять то что я чувствовал когда после того как только пошло превратилась моя жизнь после того как уничтожили мои пейзажи все распространение это видео расскажи своим знакомым обо мне своими словами покажи мои рисунки которые сама сама выберешь ли сам прошу тебя это просто просьба это ради твои выгоды ради выгоды твоего знакомого который ведет бизнес знакомый все и в этом если и будут у нее затраты какие-то на мелкие или на счет что ну на мелкие у меня сова есть муки там буквально ничего практически минимальные затраты а выгоду которую она может приобрести это огромная выгода и популярность обо мне может не упоминать мне главное просто созидать все я никто я просто художник для инструмент через который проходит творчество я счастлив когда созидаю я ужасной депрессии сузидальной потому что мне нельзя рисовать серый город смотри вокруг все серые обратите на это внимание люди 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 привыкли к этому и когда они увидят эти рисунки они они будут прыгать от восторга я сам это видел лично когда я рисовал 2008 году я рисую с 2006 года на плитках с 2013 года на стену посмотри по ссылке мои рисунки расскажи людям об этом репосте расскажи везде в инстаграме расскажи что есть такой художник и ссылку дай на меня вконтакте я подписан тихон мышкин там либо в каком аутсайдер арт еще внимание это просто зарисовки в каком рука слэшком аутсайдер арт небольшая это означает аутсайдер арт означает что это внешний арт не внутренний внешний арт в каком а у как буква и т.с. как змейка айди е е р р а р т напиши мне пожалуйста если кого-то найдешь сам я живу в красноярском крае здесь никому ничего не интересное не нужно здесь ладно я не буду и снять пожалуйста помоги мне и слышь мне расскажи это всем если у тебя есть знакомые всем расскажи и постарайся их убедить покажи мои рисунки через телефон через планшет через компьютер сова своими словами расскажи прошу тебя я не требую никакой зарплаты только если у этого или у этой бизнес мэна или бизнесменки будет доход от того что будет заметно что после того как я нарисовал разрисовал доход появился то она или он может мне хоть сколько сколько захочет столько и заплатить еду мне мама будет пересылать деньги на карточку чтоб я покушал немножко а а жить где я найду остановлюсь где спать просто а везде не буду рисовать я рисовал всю жизнь бесплатно ни копейки не получил за свое рисование для города я боролся с серостью этого города потому что я сумасшедший потому что это мое предназначение но мне запрещают я не могу рисовать на тротуарах потому что у меня болит спина я свои деньги тратил все на рисование никто не никогда это я по собственной инициативе рисовал за свои средства я хочу рисовать на стенах и чтобы мне не запрещали на стенах чтобы люди видели это потому что серые стены серые тротуары депрессию людям внушают и негативный фон создают посреди серости посреди вверг глазной рекламы твой магазинчик будет расписан моими живых живу живу в живую ручную с душою вложенную каждую работу каждую речь откладываю душу сердце это будет фурор люди люди пойдут туда и они заметят они заметят журналисты с фотографии ты можешь журналистов пригласить они сделают тебе рекламу можешь во мне ничего не говорить вообще скажи что просто какой-то художник случайно нарисовал понимаешь пожалуйста поверь мне все завершать свое обращение желаю вам счастья и хорошего хорошей жизни я думаю о смерти потому что я не могу рисовать потому что мне запрещено рисовать потому что меня вызывали полицию и заставляли уничтожить мои собственные пейзажи я живу на таблетках именно из-за этого я прошу вас все все что дает мне счастье это просто рисование у меня нет никого ни друзей ни подруг в моем мире в сибири где я живу здесь я приеду в город мне не важно я буду рисовать весь день не покладая не покладая рук это для меня не работа а для меня искусство для меня оживление это что-то свыше пожалуйста расскажите об этом укажите мои рисунки все я надел такую кепу и крестик и это чтобы быть ну ну не потому что я какой-то фрик а потому что хотя может считать на фриком а потому что я хочу чтобы я был был какой-то запоминающийся немножко образ чтобы чтобы меня могли вспомнить вспомнить и вспомнить а это вот тот парень с двумя крестиками или в кепке странный с звездой с глазом или с бородой там или с бородкой или в очках который вот выглядит там как кто-то просто понимаете ради этого чтобы лучше чтобы чтобы это помочь вам лучше запомнить меня но на самом деле крестик я ношу не для того что не для позерства а по-настоящему я простой русский человек крещеный и я сам по собственному инициативе стал носить крестик когда я вырос меня крестили в детстве я жил в монастыре и я очищал просто по своей инициативе очистил монастырьский лес от залежей бутылок алкогольных и прочего мусора и мне никто за это даже по головке не погладил и не сказал не доброго слова наоборот надо мной подшутили и сказали чтобы я обходил стороной монастырь потому что я чтобы я не мешал зрителям юрий сухотерин привет так же я в юности помогал помогаю бездомным котам кошкам потому что испытываю жалость или например пьяный человек если замерз пьяный человек чтобы он не замерз я пытаюсь вызвать за свои деньги такси или машины чтобы его чтобы в тепло в общем чтобы он проснулся целым и не вредим но он даже не помнит кто ему помог я помогал раньше пьяным людям когда сталкивался с ними в лютый мороз и это стоило мне много денег ну деньги тратил чтобы довести и нервов и сил этот человек даже не поблагодарил меня я никакой благодарности за это не получал но когда я рисовал ну ладно уже 20 минут я не хочу показаться каким-то святым или еще каким-то я не святой и не добрый и просто хочу созидать и все я я получил такие проблемы за то что я рисовал мелками пейзажи светлые посреди бела дня ни от кого не прячется что такие удары по психике что я теперь живу на таблетках от тревоги я не представляю никакой опасности я никакой не наркоман я могу показать тебе свои руки когда ты меня увидишь ты можешь что угодно обо мне узнать можешь хоть хоть не знаю там я не знаю можешь обо мне что угодно спросить я тебе честно это расскажу тебе надо завязываться таблетками ну а ты являешься врачом психиатром что или кто почему почему мне нужно завязываться таблетками ты разбираешься в этом я столько пережил что меня мучила бессонница и тревога потому что мои пейзажи уничтожали ну понятно что тебе это непонятно почему тебе тебе непонятно почему я так страдаю из-за того что мои пейзажи уничтожены из-за того что мне не позволен рисовать он пишет там уверен что на тебя негативно влияет окей но знаешь что ни капли твоих налогов не пошли на мои таблетки сам покупаю или прошу у мамы денег либо бабушка иногда мне дает 500 рублей либо ну в месяц либо иногда я грузчиком подрабатываю и у меня немножко денег бывает либо вот один раз когда у меня было тяжело очень весной я попросил у тех подписчиков кто выкладывает я тех подписчиков которые смотрят мое творчество которое я бесплатно всю жизнь выкладывал в интернет ну с 2005 года ничего не прося взамен я впервые попросил испытывать чувство стыда что можете мне помочь у меня начинается обострение весеннее тревожности тревожности потому что когда ты рисуешь на стене средь бела дня пейзажи у тебя увеличивается тревожность ты как бы ощущаешь себя в опасности потому что тебя могут оштрафовать или избить или просто какое-то приличное внимание к себе или когда тебя ну меня реально вызывали полицию за то что я рисовал просто простые добрые пейзажи венецию так что мешает рисовать я объяснил мешает рисовать если ты пойдешь рисовать на стене то тебя скрутят какая тетушка выйдет как минимум она на тебя наорет проклянет тебя а как максимум она вызовет полицию тебя увезут в полицейский участок из тебя возьмут штраф или посадят в тюрьму или долго будут держать допрашивать издеваться и ночью отпустят и ты с края города будешь идти домой в ужасе весь стрессе когда ты будешь рисовать на тебя будут орать проходящие люди просто ну по какой-то причине им что-то не понравится тебя будет ты будешь чувствовать стресс от этого но ты не можешь это понять потому что я бы на твоем месте тоже тоже так же написал бы я бы не смог понять себя на твоем месте если ты имеешь ввиду что тебе мешает рисовать дома то я дома я постоянно рисую каждый день у себя на своих бумагах и на улице на своих бумагах я постоянно рисую каждый день с 5 утра когда просыпаюсь или вечером каждый день вот сегодня я нарисовал пейзаж вложил в него силу но но я понял пишет я каждый день рисую на своих бумагах у меня нет денег у меня фотоаппарат сломался но я рисую снимаю на телефон я рисую дома каждый день но для меня мечта это сделать серые серые наши города красивыми я хочу хотя бы начать с малого раньше я рисовал на плитках на бетонных серых и вдохновлял ребятишек да сейчас деньгами и работы проблемы у всех да у нас ужасные я об этом тоже в других стримах об этом говорю хочу поговорить но вот я хочу попытаться помочь может быть какому-нибудь предпринимателю какой-нибудь организации это поможет привлечь посетителей принесет деньги и понятно что я не смогу помочь простым рабочим которые на заводе работают допустим или потому что там как я разрисую завод потому что мне не позволит государство ничего не разрешает ладно я завершаю да сейчас деньгами работы проблемы у всех в России и при этом мы живем в самый самый богатый на ресурсы в стране я об этом говорил говорю в других стримах если хочешь можешь послушать меня в других стримах здесь я конкретно обращаюсь к частным лицам потому что государство здесь как сказала одна чиновница это государство вам ничего не должно они даже пенсии пенсии отнимут нас уберут вот запомни кепка странные кепка художник александр ленин тихон мышки вы каком алсайдер арт здесь понятно пожалуйста распространите это расскажите это все кому можете есть тем кто владеет бизнесом и чем сейчас я я когда как когда хожу к отцу ну живу я там один в общем сказать я не знаю нужно ли говорить личные вещи я могу все честно рассказать показать если 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 ты не веришь что у меня могу показать выложить в открытый доступ фотографии документов которые уже больше десяти лет ведутся я кстати не получаю никакой никакой медицинской помощи никакой за этого мои глаза слепут макулу дистрофии сочетки глаза иди в гугли как видит человек и ты узнаешь как я вижу я все равно хочу рисовать просто интересно как ты вообще живешь но если ты хороший человек ну спокойный не мне пока есть зрение если ты с добром ко мне и не желая ну как бы не хочешь там меня троллить или еще что то то я могу даже тебя пригласить к себе домой ты если тебе дома например проблемы с родителями я например жил с родителями мне было очень плохо постоянно меня ну истерично они постоянно истерично кричат ну знаешь в россии такая проблема бывает ну не все и я воспитывался мамой и бабушкой отца пустили на элемент но обычная история в россии если у тебя тяжелая ситуация если у кого-то из вас тяжелая ситуация в семье то можете пожить у меня я один живу уже здесь больше года и мне очень одиноко на самом деле я был бы рад если кто-то какой-то хороший человек девушка человек или парень человек хороший или девушка хороший человек со мной пожил я бы мог даже быть с таблеткой и слова болезни у меня вarms когда ей было плохо для лептики это вырубилось а вот сейчас почитает лучше просто кто тебе мешает рисовать то так как ты вообще живешь я могу тебе рассказать живут и можешь можно стрим отдельный пока и зрение надо рисовать сейчас в воронеже снимаю квартиру но все плохо я понимаю тебя понимаю воронеж я я могу посмотреть гугли как это далеко если ты хороший человек если ты добр и не сделай злая не будешь оскорблять меня то ты можешь переехать ко мне просто здесь жить жить у меня знаю там если это будет ну выгодно то есть не выгодно смена мы совместимы будем как-то я я сам гетеронормативный человек сразу скажу на всякий случай я честно признаюсь я честно тебе сказал то есть никто бы тебе не признался что он что мама там маму деньги берет мамы там или папа никто бы тебе не признался что в таблетки принимает строго по рецепту врача никто признался вот вот в этом все на говорю чем это помочь мне просто если у тебя есть фотоаппарат например ты мог бы могли бы жить здесь в этом нет ничего можно и девушку даже два по может могут жить здесь могут жить я ты еще как девушка ну то есть я уже не ту тему начал переходить мне неважно кто и если я могу чем-то помочь тебе если ты парень или девушка тем что ты будешь жить у меня то ты можешь это сделать а если ты можешь чем-то мне помочь я например кое в чем нуждаюсь мне нужно у меня проблемы с техникой насчет я выкладываю бескорыстная всю жизнь творчество свое рисование кто-то считает что это мой стиль марта выкладываю свои картины каждый каждый день всю жизнь меня за это очень жестоко против меня родители моя мать меня эти такое признаюсь вот еще моя мать меня в психушку правил вызвать наряд полиции за то что я просто на полу рисовал нужно на бумаге и мелом ну соус заменяющий уголь он когда я сдувал пыль он загрязнил немного коридор просто коридор где одежда где одежда где обувь и она ей нравится что я деньги не приношу своим творчеством что я типа а я очень много занимался творчеством она вызвала наряд полиции и участковый врач ко мне поломился наряд полиции я могу отдельно об этом рассказать и меня участковый врач задавал мне все вопросы ну чтобы узнать меняемые или нет я на все вопросы ответил правильно она все равно была предвзято ко мне и меня в общем увезли и они называли меня самым опасным преступником в мире я спросил я же не преступник а он видел мои рисунки абстрактные я экспрессивные абстрактные рисунки которые многие не поймут в россии и я не навязываю никому просто у себя дома склеил и он сказал что такое рисует только самые опасные худшие люди в мире и преступники так и сказал они снимали все на телефон свою квартиру меня я был одет тогда я об этом рассказывал много раз ладно спасибо за внимание спасибо за добрые слова я из железногорск железногорск это краснояр 26 до 2013 внизу вайф 2013 все ужасно произошло с тех пор моя психика изменилась в худшую сторону я долго искал врача именно в 2013 когда я больше всего рисовал больше всего созидал очень сильные происходили жуткие вещи со мной по защитам я об этом рассказывал спасибо юрий сухотерен если хочешь здесь я могу тебе помочь чем могу если ты можешь можешь мне я у меня может девушка поселиться пожалуйста я я если мы будем совместимы липкой паренек тому то есть я я гетерона гетеронормативный человек мне не хватает просто чтобы кто-то снимал как я рисую процесс все я рисую не так уж и много не так что прям 24 часа в сутки ограничено потому что я устаю мы можем дает там договориться по-разному все ссылка будет в описании ты увидишь меня найдешь напиши что ты со стрима потому что мне я некоторых не добавляю многих не добавляю потому что не знаю кто это и напиши напиши что ты со стрима все я пойму все завершаю а